Доброго времени суток ценителям качественной электронной танцевальной музыки. С вами Юрий Герман Алексеевич. Я лидер легендарного музыкального ансамбля с мировым именем под названием Электроды. Хоть год моего рождения является 1957, помню молодость 1924 года, как мы под Электродом на Казантипе отрывались и как говно к башмакам прилипало. Многие хотят уметь писать музыку на уровне таких известных диско-жакеев, как Мартин Гарикс, а некоторые даже хотят. Как мы знаем, Мартин Гарикс пишет свои треки в непрофессиональной программе, не премиум класса FL Studio. Запустив программу, можно увидеть множество цветных кнопок, но они, к сожалению, ничего не делают и не работают. Разработчики просто добавили кнопки, но не придумали, что они должны делать. Давайте я выключу звуки из этой программы, чтобы они не шумели и вы бы меня лучше слышали. Вам придется включить воображение, потому что FL Studio изначально не было задумано как программа для создания музыки, и она не может даже производить звуки. Давайте послушаем часть слабенькой композиции Мартина Гарикса, чтобы хотя бы знать, к чему мы подражаем. Продолжение следует... Ну, начало очень простенькое. Нам надо вставить просто бочки, потом шлепки, и напоследок тыцы. Многие могут сказать, что во Fruity Loops есть множество плагинов, которые издают звуки. Давайте же проверим это. Закину-ка я плагин Fruity Dance, ведь мы пишем танцевальную музыку. И как эти ползунки не крути, как кнопки не нажимая звуки, эта программа так и не начинает издавать. Как мы знаем, в секвенсоре для начинающих, в Fruity Loops максимальная длительность трека составляет 4 секунды. Их можно увеличить до 8 секунд, но это негативно повлияет на и так уже плохое качество звука. Поэтому я на данном заканчиваю этот урок. Вы можете подумать, что нужно сохранить наш трек. Но FL Studio не располагает функционалом сохранения треков. Ну, наш трек получился неплохим. А главное, слушать в принципе его можно, но я не советую. Чтобы этот урок был не сильно коротким, я вам расскажу классный способ разыграть своих друзей. Подходите к своему другу и говорите ему, здорово, ты бык или корова? Ну, друг, долго не думая, отвечает, что бык. А на это вы ему говорите, бык останется быком, а корова моряком. Вы потом снова ему зададите тот же самый вопрос. И друг, чтобы восстановить свою честь, в этот раз ответит, что корова. На что вы ему ответите, бык останется быком, а корова секвенсор для начинающих. Ну, и потом его схватит сердечный приступ и собьет грузовик. Если кому-то интересно узнать, почему это видео было перезалито, это просто потому, что мой племянник открыл фото с девушкой голой, и его пришлось удалить. Привет, валуйки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!